Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографии. Хосе Марена Карбонеро, испанский художник-декоратор. Выдающийся представителем Малакской школы живописи. Он считается одним из последних великих исторических художников 19 века. Был знаменитым художником-портретистом, который пользовался покровительством мадридского высшего общества. Создал также жанровые сцены и некоторые пейзажи, ведутые интерморты. Был широко известен как на национальном, так и на международных уровнях еще при жизни. Получил награды, среди прочих, Всемирная выставка в Париже в 1889-м, Международная выставка в Будапеште в 1890-м, Выставка в Берлине в 1891-м и Единственную медаль на Всемирной колумбийской выставке в Чикаго в 1893-м. Его работы представлены в нескольких самых влиятельных музеях мира, в том числе в музее Прадо в Мадриде. Родился 24 марта 1858 года в Малаге, имя Плотника. В 1868-м приступил в школу изящных искусств в своем родном городе, а также посещал занятия в мастерской Бернардо Феррандиса. Свою первую картину в 15-летнем возрасте продал за 2000 песет, значительная сумма по тем временам. Бернардо Феррандис был ведущим художником Малаге того времени и познакомил своего молодого ученика с исторической живописью. Феррандис привил ему собственные революционные взгляды, которые он выразил в своих исторических трудах. Провозгласив приверженность независимости, свободе и нонконформизму, Арена Карбонеро получил золотую медаль на высокие лицея Малаге в 1872 году, когда ему было всего 14 лет. Встил Марокко, где начал создавать картины на африканскую тематику под влиянием Мариана Фортуни. В 1875-м отправился в Париж благодаря стипендии, предоставленной местным правительством Малаге. В Париже поступил в мастерскую художника Жан Леона Жирома, известный своими академическими и востоковедческими работами. Также познакомился со знаменитым арт-дилером Адольфом Гуппелем. Гуппель вывел его на рынок небольших жанровых картин. В этой области он добился своих первых успехов и разработал виртуозный стиль, сравнимый со стилем Фортуни. В 1881 году отправился учиться в Рим в качестве пенсионера на стипене. После возвращения в Испанию получил золотые медали национальных выставках в 1881 году. По мере того, как росла его слава, получал заказы от различных официальных учреждений. В 1888-м испанский сенат заказал ему картину въезд Роджера Д. Флора в Константинополь, который считается одним из самых впечатляющих произведений искусства в жанре исторической живописи. И до сих пор украшает стены конференц-зала в Сенат. В 1910-м аргентинское правительство просило его создать платную на тему основания Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать столетие революции в Аргентине. Король Испании Альфонсо XIII передал эту работу в дар города Буэнос-Айрес. Король посетил мастерскую Марена Карбонера во время создания картин. Был достоин в 1888 году высшей наградой Ватиканской экспозиции и участвовал в международных выставках в Мюнхене и Вене. С 1892-го преподавал в качестве профессора живого рисунка в Настоящей Академии Изящных Искусств Сан-Фернандо, а также был академиком той же организации. После смерти в Мадриде 15 апреля 1942 года его тело было перевезено в Малагу, где он похоронен на кладбище Сан-Мигель. В 1958-м в садах Пуэрто Аскура в честь художника был установлен память, созданный Мариана Бень-Льюре. Был главным образом историческим художником. Его работы были литичны по стилю и в основном находились под влиянием творчества Фортуни. В своих портретах он использовал реалистический стиль, выделялся четким рисунком и чистыми мазками кисти. В своих исторических картинах находился под влиянием жанровой живописи малого формата, который занимался в ранний год. Очень заботился об исторической точности своих исторических картин. Создавал элегантные портреты представителей высшего общества Мадрида. В коллекции Музея изящных искусств Малаги хранится более 30 работ Косе Морена Карбонеро. Вот так вкратце из переводной википедии о испанском художнике-декораторе Косе Морена Карбонеро, выдающемся представителем малагской школы живописи, который считается одним из последних великих исторических художников 19 века. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok